Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир и в этом видео я хочу поделиться с вами, какие томаты я планирую посеять в этом году, в 2019 году. Я живу в Беларуси, поэтому речь пойдет о некапризных, холодостойких и надежных сортах. И перечисленные мною сорта, конечно же, также подходят как и для Беларуси, так и для средней полосы России. В незащищенном грунте томаты я не выращиваю, так как считаю, что это неоправданный труд для наших условий, но многие из перечисленных мной вполне подойдут и для открытого грунта. И начну я, пожалуй, с саньки. Хотите кушать томаты одними из первых, посадите саньку. Другие сорта у вас будут еще зеленые, а этот томатик вы уже будете вовсю употреблять в пищу. Очень ранний, я бы сказала, супер ранний, низкорослый и очень урожайный сорт томата. Беспроблемный, если вы только начинаете увлекаться выращиванием томатов для себя, для своей семьи, сейте саньку. Многие его даже и не подвязывают, так как высота куста всего-то около 50 сантиметров, но я советую подвязывать, потому что плодов много. И чтобы плоды не лежали на земле, потому что куст размашистый такой и под весом плодов он ляжет. Саньку можно выращивать и в открытом грунте, и в пленочных теплицах. Помимо того, что санька вкусная помидорка в свежем виде, правда сладости в нем чуть-чуть маловато, но вкус хороший. Если учесть, что вы начнете есть свои томаты очень рано, не покупая пластилиновые помидоры в магазине, я думаю, он, как и мне, покажется вам ну очень вкусным. Так вот, он замечательно подходит и для консервирования. Увидите саньку в своих магазинах, смело сейте, не пожалеете. Да, еще один немаловажный плюс, каждый год можно заготавливать свои семена. Здесь нет такой пометочки F1. Вот если такой пометочки нет, значит эти семена можно собрать на следующий сезон. Второй томат, который я сею обязательно, это эвпатор. Вот видите, здесь уже есть F1. И это обозначает, что с него собрать семена вы не сможете. Это гибрид. Куст индетерминантный. Индетерминанты, это означает, что куст очень высокий, с неограниченным ростом. И, конечно, этот томат не подходит для открытого грунта. Средне ранние, 106-110 дней от сходов до плодоношения. Но вы всегда добавляете еще неделю, примерно на посев. Ведь томатикам нужна неделька для того, чтобы появились сходы. А лучше 2 недели на пикировке и пересадке. Плоды у эвпатора ровненькие, красивые, круглые, массой около 140 грамм. Замечательно подходит для консервирования, потому что плоды не лопаются. И этот гибрид очень устойчив к болезням. Если даже лето выдастся холодным и дождливым, благодаря эвпатору вы останетесь с урожаем томатов. На вкус помидорки хороши, когда они полностью вызреют. Дайте плодам повисеть на кусте лишний денек-два, и тогда вкус вам понравится. Если не дадите, тогда будете вспоминать обо мне плохо. Ему надо хорошо вызреть, чтобы раскрыть свои вкусовые качества. Третий сорт томата, который я обязательно хочу видеть у себя на столе в этом году, это черный принц. В 2018 году я его не сеяла, и мне все время чего-то не хватало. Томат черный принц это мой томат. Его можно съесть много и с большим аппетитом. И он не надоедает. Томат черный принц скороспелый, 110-115 дней. Подходит он только для теплиц, так как индетерминантный, растет он до 2 метров. Плоды крупные, мясистые, насыщенно сладкие. Томаты имеют десертный вкус. В летних салатах лично для меня незаменим. Но помимо салатов из черного принца получается очень вкусный сок. Да, и нельзя не отметить красивый вид самих томатов и полезные свойства, которыми обладают черные томаты. Сибирский скороспелый. Многие ценители томатов сейчас скажут, что этот сорт устарел. И очень-очень много сейчас сортов новых и гибридов. Но я же считаю, что это достойный сорт. И я от него не отказываюсь. Сорт надежный, который дает стабильно высокую урожайность. При минимальном уходе за кустами, устойчив к болезням, неприхотливый. Плоды созревают рано и дружно. И вкус приятный. Отлично подходит для консервирования. Кожица у этих томатиков плотная, прочная. И она не растрескивается. Поэтому в баночках эти ровные и красивые помидорки выглядят прекрасно. Не могу сказать, что на вкус уж ничего лучше нет. Нет. Вкус уступает многим новинкам. Но если лето будет холодным, вы все равно останетесь с урожаем. А первые плоды вы уже будете пробовать в июне месяце. Новые сорта надо пробовать. Обязательно надо. Но я пока не готова отказаться от сибирского скороспелого. И еще один плюс в его пользу. Уход минимальный. Розамарин. Томаты среднего срока созревания. Это гибрид. Эти томаты не подходят для открытого грунта. Что могу сказать я об этом гибриде? Вкусный. Очень вкусный. При нарезке, например, в салате он не разваливается. Нежная мякоть. Сладкие томатики. Очень ароматные. Хорош детям и для диетического питания. И в целых профилактики инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. И приятный, нежный на вкус. Мякоть обладает такой тающей консистенцией. Плоды содержат в 2 раза больше провитамина А, чем обычные томаты. Плоды не красные, они розовые, ярко-розовые. Крупные, ровные и гладкие. Также немаловажно, что растения имеют высокую устойчивость к заболеваниям. Обязательно попробуйте этот полезный и вкусный помидор. Кмитец. Средне-ранний сорт польской селекции. Кмитец идеально подходит для цельноплодного консервирования. Плоды небольшие по форме, похожи на сливку или грушу. И их очень много помещается в баночку. Причем размещаются они плотно друг к другу. В Беларуси, либо в средней полосе России, кмитец лучше выращивать в теплице. Или же под временными пленочными укрытиями. Куст вырастает примерно до 70 см. И ему нужна опора. На вкус плоды сладкие, но присутствует такая легкая кислинка. На мой вкус прекрасный. Сладости кислинка гармонично сочетаются. Всего в меру. Кмитец устойчив к болезням. Кусты не требуют посынкования. Хорош в свежем виде. И идеален для консервирования. И очень долго хранится. Обязательно попробуйте. Рекомендую. Еще хочу посоветовать один надежный, очень ранний, но вкусный сорт. Москвич. Почему но вкусный? Потому что многие считают, что среди ранних томатов вкусных сортов нет. Но я с этим не согласна. Как говорится, на вкус и цвет. Сейчас лето с капризами и нестабильное, поэтому поздние сорта томатов я не выращиваю. Для меня важно собрать основной урожай томатов до августа. До прихода туманов, дождей и сырости. Вернусь к томату москвич. Москвич это надежный сорт, который хорошо себя проявляет и в суровых условиях. Устойчив к болезням и похолоданиям. Подходит как для открытого, так и защищенного грунта. При этом является универсальным. Вкусен в салатах, консервировании. И замечательный сок получается из этих томатов. Насыщенного такого вкуса. Очень хорош для начинающих, так как беспроблемен, живуч и не капризен. Также я всегда высаживаю бычье сердце. На нем я останавливаться долго не буду, так как я думаю, что, наверное, все пробовали этот крупный, вкусный, мясистый помидор. Но кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это среднеспелый сорт, высокий, до 2 метров. Его, конечно же, надо обязательно подвязывать и посынковать. И еще один крупный помидор пузатахата. Я знаю, что у многих томаты пузатахата почему-то созревают внутри пустые. Не знаю, почему, здесь надо разбираться, в чем вы совершили ошибку. Потому что мои томаты при полном созревании мясистые и очень вкусные. Пузатахата это скороспелый сорт, высотой до 1,5 метра, а то и выше. Который требует обязательное удаление пасынков и нижних листьев. Не могу назвать себя фанаткой пузатыхаты, но многие, кто пробовал у меня этот томатик, были приятно удивлены его вкусовым качеством. Ну и, конечно же, из года в год я выращиваю черри. Уходят они в моей семье на ура, вкусные, сладкие. Красиво смотрятся разноцветные черрики и в закатках. Обязательное блюдо на столе, когда пришли гости. У нас в Беларуси говорят, если хочешь опозориться в гостях, съешь помидор. Так вот, если на столе будут черри, не опозоритесь ни вы, как гость, ни как хозяйка. Черри сами по себе вкусные в свежем виде, но консервированные и вкусные и красивые. Особенно, если в одной баночке черрики разных цветов. Еще в этом году я впервые буду высаживать верлиоку, еще в магазинах космонавт волков, ураган, дикую розу, японский трюфель, зимнюю вишню, да много еще томатов, которые я хочу попробовать в этом сезоне. Конечно, обязательно пробуйте новые сорта, но и не отказывайтесь от старых, надежных и проверенных, чтобы при любых погодных условиях остаться с урожаем. Перечисленные мной сорта и гибриды, это не все, конечно, томаты, которые я буду сеять в этом году. Я летом сниму отдельное видео по каждому томату и покажу его наглядно, так сказать, вживую. Возможно, вы выращиваете не первый год какой-то достойный сорт или гибрид. Поделитесь, пожалуйста, посоветуйте. Я тоже обязательно попробую его вырастить. Желаю всем здоровой и крепкой рассады и богатого урожая!